приветствую друзья с вами вновь я виталий и сегодня хотел записать вам видеоролик потому что у нас на дворе снег идет по теме продолжение темы предыдущего видеоролика о принципе Паретто 80 на 20 сегодня мне хотелось поговорить с вами об этом же принципе но теперь сказать на таком слове как энергия что такое энергия как она работает в том же принципе 80 на 20 принцип Паретто да эта энергия прямое прямое отношение имеет нас на такой деятельности деятельность нашего мозга то есть практически полноценная деятельность нашего мозга осуществляется полностью за счет энергии то есть энергии которые мы получаем в результате получения глюкозы да мы получаем глюкозы глюкоза преобразуется окисляется там процесс выделяется энергия получается там химический такой электрохимический процесс наших нейронов мозга и мы получаем какой-то результат эффективность нашей деятельности нашего мозга да и так вот я нарисую небольшой рисуночек вот это как бы наш мозг да и наш мозг также делится в таком же соотношении 80 на 20 и что интересно эти 80 на 20 опять же не совсем в нашу пользу делятся потому что 80 процентов 80 процентов ресурсов мозга его нейронов который измеряется миллиардами да то есть 86 миллиардов мозга задействованы в деятельности который мы не осознаем то есть она не подчиняется нам не находится в нашем контроле да а 20 процентов деятельности мозга мы впрочем и используем сознательной жизни вот так условно да условно говоря и наша с вами задача эти ресурсы 80 процентов использовать да правильно грамотно то есть чтобы получить ним доступ нам бы хотелось получить вот эти 80 процентов да но мы никак не можем на них добраться а почему мы не можем добраться давайте маленько разберемся так буквально двух словах и так у нас существует такая проблемка и в то же время это наше преимущество у нас такое преимущество есть перед другими животными животным миром у нас существует я наше я которое совокупности нашей жизни деятельности развития создает нам некое эго да знаем это понятие как эго да у каждого нас есть свое эго наши индивидуальные черты характер личные качества какие-то способности наш внешний вид отличается друг от друга не похожи индивидуальными уникальные существа да и вот это эго у нас создает такой фильтр фильтр на фильтр нашего который тоже имеет там параметры какие-то обычно они бывают и хаотичные параметры образуются в результате нашей жизни опыта нашего жизни да эти параметры зависит от двух главных состояний состояние боли и состояние удовольствия мы стремимся к удовольствию мы стремимся избежать боли и в результате такой фильтр эго дает нам несколько несколько не полноценную картину окружающего мира из нашей реальности не соответствует на действительности и поэтому до нашего мозга нашего мозга органы наших чувств 5 наших органов чувств доносят как бы не всю информацию то есть он не вся информация проходит она попадает сюда наше эго фильтрует его соответствии с его интересами опять же боли и удовольствия там есть наше мировоззрение наши ценности наши убеждения наши ну то есть множество параметров здесь образовалась от нашего жизненного опыта какое-то нахождение в ком-то какой-то в среде постоянно и или пример или переменный да и информация平 leur июна формация и сюда и сюда подают сюда подается ответственно слуко ведь информации подать так который интересует нашего 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 языка то есть 20 процентов от этой реальности которые существуют попадают сюда 20 процентов выпадает на соответственно куда девается остальная 80 процентов но подать другую часть мозга который воспринимает окружающий мир полностью да то То есть 80% он забирает эту информацию, она никуда не девается, она не пропадает никуда, не теряется. То есть наши органы, чувства, восприятия, глаза, зрение, уши, слух, осязание, обаяние, тактильные ощущения, все полностью наше тело воспринимает. И мозг на 80% обрабатывает независимо от нашего эго, полностью независимо обрабатывает и помогает нашему эго существовать в тех рамках, которые само же эго сформировалось. То есть эти рамки, они существуют, как бы нами созданы. С одной стороны это плохо, с другой стороны это хорошо. То есть это хорошо, если мы этим занимаемся. Для того, чтобы этим заниматься, мы говорим о каком-то развитии постоянном, о каком-то личностном росте и так далее. То есть мы хотели бы, чтобы здесь структура нашего эго была именно упорядочена. То есть мы говорим о порядке, о правилах, о соблении физического развития, эмоционального развития, умственного развития и так далее. То есть здесь, чтобы сформировалась какая-то решетка такая, грамотная какая-то решетка, которая будет, для чего нам такая сформировалась? Чтобы мы могли получить связь с этими ресурсами, чтобы было правильно, решение принималось правильно. То есть следующий этап, после того, как восприятие произошло, эго взяло свою часть в мозг, отправило информацию, восприятие. А мозг сам, как бы назвать, подсознание, допустим, так называют условно, подсознание, взяло другую остальную информацию. И, конечно, если когда мы принимаем какое-то решение, решение происходит независимо от нас, конечно. Потому что 80% информации находится здесь, соответственно, и решение будет здесь. Решение какое решение? Решение разумное. Вот здесь находится тот самый разум, о котором много говорят, почему-то и не могут его найти нигде. Где же разум у человека разумного? У человека разумного разум, он находится как бы независимо от самого человека. Если будет зависеть от человека, то человек становится неразумным. Он начинает творить, что там ему в голову взберло. Соответственно, решение принятое здесь. Оно должно быть исполняться с кем-то. Кем оно исполняется? Нашим эго? Нет, нашим эго не исполняется. Опять же, эго так символически его исполняет. Существует такое понятие ум. Ум – это исполнительный механизм. То есть наше сознание, как бы трансформируясь, трансформирует вот это решение. В соответствии с этим фильтром эго, какими-то пытается умственными действиями произвести какие-то действия в окружающем мире. С помощью тех же органов восприятия, обратной связи. Соответственно, эффективность вот этих действий нашего ума при вот таком тяжести решения. То есть это как бы решение тяжелое. То есть вес имеет. Вес это решение имеет. Какой-то вес там. Вес 80% решения тяжелое. А тащить-то ему надо кому? Уму. С помощью 20% ресурсов. Понятно? Понятно? То есть, и соответственно, мы на выходе получаем такой результат получаем. Вот этот результат, еще очень слабый результат. То есть потому что решение тяжелое. Вес тяжелый. Мы его залагаем на 20% ресурсов нашего мозга. Соответственно, мы действуем. Совершаем какие-то поступки. Эти эмоциональные состояния. Переживаем там разочарование. Или наоборот радость. Или веселье там переживаем. Все это дело пытаемся. Пытаемся как-то с помощью нашего ума. С помощью этого фильтра эго. Какие-то действия произвести. И получается не всегда. Эта часть мозга как бы, да, видит. Решения какие-то сделаны. Исполнитель какие-то действия произвел. И разочаровался в них. Ожидалось тоже подсознательно. Ты же слышишь решение в себе какое-то подсознательное. Такое интуитивное такое состояние существует. Ты понимаешь, что решение правильное. Ты действуешь правильно, как бы, да. Соответственно, с решением. Но на выходе у тебя, получается, усилия ты делаешь физические силами. А в зависимости ты попадаешь от энергии. От энергии здесь. Понимаете? То есть здесь энергии тратится много. Здесь энергии тратится много. Здесь энергии мало тратится. Правильно? Мы же начали с вами говорить об энергии. Соответственно, энергетических ресурсов не хватает. То есть энергетических ресурсов не хватает, чтобы переработать это решение. И мы называем это когнитивные способности, вот этот неокортик образовался, вот у нас неокортик очень маленький, маленький, как платочек тоненький, бумажка такая в голове, она существует, и вот она пытается все это упорядочить, структурировать и как-то большей энергетической эффективностью эти решения исполнить. Вот такая вот казуистика, такая тяжелость решения большая, и его пытается это решение потом что сделать, как мы делаем тогда, мы говорим о цели полагания, о достижении цели, и мы создаем какой-то линейный график рисуем, вот какой-то линейный график рисуем такой, и рисуем на нем цель уже пишем, вот здесь цель, и вот это решение все, этот вес, мы, и мы и разлагаем на части, на составные, мы пишем, вот пошаговые действия, план действий по шагу, какой-то там пишем, начинаем какие-то задачи прописывать, то есть цель здесь, здесь у нас задача, 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 задача... Здесь какие-то у нас итоги происходят. Здесь итог какой-то. Здесь какой-то итог. Допустим, подвели мы здесь какой-то итог. Здесь итог. А результат где? Результат нам нужно исполнить это решение. При достижении цели. То есть мы как бы достигли цель. Во времени мы растянули ее. Понимаете? Мы во времени растянули. Потому что вес большой. Так вес большой. Им надо растянуть решение во времени. И раскрыть его в пространстве. Это решение. Для этого мы много и много ищем поиска. Поиск ответа. Как это действовать. Мы ошибаемся. То есть мы говорим об ошибках. О саморазвитии. Когда о личном саморосте. Говорим о достижениях цели. Об успехе. Мы все время говорим о том, что на этих шагах вы будете ошибаться. Вы будете ошибаться. Потому что это вес решения очень большой. Понимаете? Вы будете ошибаться. Потому что вы не можете с помощью этих ресурсов этот вес сделать в настоящем моменте сразу. У вас недостаточно ресурсов энергетических и физических ресурсов не хватает в вашем мозгу. Мозг вам недоступен на 100%. Все. Поэтому мы говорим об ошибках. Ошибки это нормально. Мы начинаем здесь ошибаться. Каких-то действий, допустим, подвели итоги. Вот. Мы увидели, что здесь ошибка у нас какая-то. Пишем. Ошибка. Ошибка пишем. Ошибка это итог. То есть в результате действий мы какой-то получаем итог. И мы этот итог прописали. Просчитали. Увидели, что какая-то ошибка наших действий. Нам недоступно это, да? Мы решение не видим все полностью. Потому что мы не воспринимаем действительный мир на 100%. Потому что у нас есть фильтр. Правильно? Поэтому нам этот фильтр нужно упорядочить. Чтобы что сделать? Чтобы получить информацию отсюда хотя бы. Понимаете? То есть не из окружающего мира. Не из действительности получить. Потому что нас это пугает. А окружающий мир, он нам приносит боль. Соответственно, мы бы хотели это получить решение. Отсюда получить картину миру всю. То есть доступ получить к этим 80 ресурсам. Подсознательным. То есть мы говорим здесь об интуитивном каком-то действии. Или, скажем так, о поступках. То есть чтобы получить доступ сюда, нам необходимо совершать поступки в отношении себя, в отношении людей, в отношении окружающего мира. Поступки какие-то совершать, чтобы получить 100% информацию, 100% картину окружающего мира. Ведь мы же исполняем какое-то, вот это с помощью ума, исполняем это решение с помощью ума в окружающем мире. А если мы не воспринимаем на 100% невидимую картину этого мира, то, соответственно, мы в этом мире начинаем стукаться об стены, об углы, препятствия какие-то непонятные, откуда их получаются. Получается в следствии того, что наше восприятие не 100% оно соответствует 20%. И мы начинаем такое движение. Движение ошибочное, да, мы называем. Это нормально. То есть, надо говорить, это нормально. То есть я тыкаюсь носом, потому что я близоруки, да, или дальнозорки наоборот, да. В очках, вот я очки одел, это мои костыли, мой инструмент дополнительное восприятие. Соответственно, у нас у всех такие очки на носу должны быть, с помощью которых мы можем окружающую действительность воспринимать более полноценно. То есть, кроме того, что для этого необходимо овладеть самим собой, своим себя как инструментом, вот этот инструмент необходимо им овладеть. Поэтому мы говорим об нашем эго, которое необходимо постоянно-постоянно развивать, трансформировать, да. Трансформировать с помощью чего? С помощью двух состояний. Состояние у нас имеется обучение, самообучение и состояние воспитания, самовоспитание. Чтобы здесь образовалась некая более упорядоченная структура, с помощью которой мы можем что делать? Фокусировать. Фокусировать что? То есть, как бы, ну какой-то свет упадает туда, да, вот свет, фокус. Какой-то фокус, чтобы, чтобы вот это восприятие всех пяти органов чувств внутри нашего мозга, оно, конечно, формирует такой именно свет, как состояние света, да. Свет, ну белый свет, скажем, да, какой-то белый свет там. И этот свет, чтобы осветил нам, соединил нас полностью, полностью все ресурсы нам отдал. Фокусировка, мы называем фокусировка, мы называем конкретная цель, там конкретная задача, тайм-менеджмент, там все, в общем-то, структурируется вот здесь, это все структурируется. С одной, единственной какой-то целью создать такой более прозрачный, более ясный, такой ясность, такой фильтр такой, чтобы ясный был, чтобы как линза была прозрачная, что ли, как объяснить-то. Чтобы все восприятие окружающего мира было хотя бы сюда доходило в ясной картине, понимаете, чтобы ясна была картина, чтобы она колерировала, то есть было согласование вот этой линии, чтобы какой-то черно-белый, чтобы не было. Чтобы здесь мир не был серым, а здесь белым, да. Здесь черный, да, здесь какой-то там коричневый, да, он должен соединяться в общую картину мира, то есть когда мы получим доступ к этому, мы же должны соединить, как мы можем соединить, если у нас тут разные восприятия, разные цвета мира, да, поэтому мы здесь нашим эго занимаемся, она необходима для того, чтобы нам сфокусироваться, получить конкретику, получить ясную картину окружающего мира хотя бы в 20% соотношении, то есть 20% окружающего мира надо воспринимать. Именно ясно, тогда у нас будет, получаем отсюда решение, решение получаем, и хотя бы мы будем тогда иметь вот эти самые 20% энергетических усилий, энергетических усилий, здесь вот это 20% даст нам результат, в первую очередь вот этот результат даст нам, результат видения ясной картины, 100% картины мира. То есть нам нужно, первый результат, это соединить картину восприятия окружающего мира, 20% усилий, 80% результата, в первую очередь это вот это, не достижение там каких-то финансовых, там материальных, там еще других, это все как бы попутное состояние, попутное, как бы оно показывает, что да, какие-то как артефакты называют, да, достижение, какие-то ступеньки, как называют их, да, ступеньки существуют на самом деле, значит, картину вам увидели вы эту картину на самом деле, то есть она сформировалась, это надо зафиксировать, этот опыт. Итак, друзья, с вами был я, Виталий, было приятно с вами повидаться, ставьте лайки, подписывайтесь, если что-то тут не ясно, пишите, комментируйте, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok